Добрый день, уважаемые любители мотобола и мотоспорта вообще. Сезон 23-го года выдался очень таким насыщенным. Было много ярких игр, событий, неоднозначных событий, которые всколыхнули все сообщество в нашей стране. И поэтому мы решили, что пришло время поговорить про мотобол. Разговаривать мы будем с человеком, который на мотобольном поле был не один десяток лет, а теперь является мотобольным судьей и судьей мотоспортивных соревнований. В принципе, Касим Алиевич, добрый день. Добрый день всем. Давайте обсудим дополнение к регламенту. Ну, я бы начал вначале, может, не о дополнениях, а просто прошел у нас чемпионат России. И поздравить команду «Колос» с победой в чемпионате России по мотоболу. Дальше очень интересный был турнир, с моего взгляда. Очень много мы имен, я думаю, открыли новых и вратарей, и молодежи. Очень развивается мотобол. Поэтому мы рады, что вот эти игры проходят. Юноша уже вливается в основы основных команд. Поэтому перспективы очень большие спорта. И поэтому сейчас очень много вопросов к проведению соревнований, к участию спортсменов. Новые требования, как вы говорите, в 2023 году у нас появились. Поэтому без проблем давайте обсудим. Есть много хорошего, много, наверное, отрицательного. Поэтому давайте интересно об этом поговорить. Давайте начнем прямо с первого пункта. Команда, покинувшая поле, независимо от причин, снимается с соревнований. Набранные очки аннулируются. Ну да, я это, наверное, считаю принято комиссией мотобола в том вопросе, что у нас было два вот таких инцидента. Именно вот с уходом с поля. С уходом, да. Команда с поля – это команда «Колос» и команда «Агрокомплекс». Да, первый уход команды «Колос» была потеря турнирного места. По-моему, на четвертый, да? Да, да. Скинули и очков. Ну, команда «Агрокомплекс» отделалась легким испугом образно, да, получается? Да, было засчитано просто техническое поражение, и больше никаких санкций не было. Как вы считаете, это правильно? Да тоже, да. Ну, непонятно. Если у нас единые правила, единые требования, то надо смотреть ко всем, относиться одинаково к клубам, я считаю. Но опять-таки, без причин команды не могли уйти с поля. Мы понимаем, что была какая-то причина. Вот бы хотелось узнать, конечно, ответ уже, ну, по прошествии всего этого, почему к одним такое приняли решение, к другим другое, и почему команды, неужели этот конфликт не обсуждался, я думаю, всегда была причина, почему команды вот именно провели такой демарш. Просто для зрителей это непонятно, официальных каких-то не было. Комментариев никаких. Да, просто, ну, если посчитать комиссию Мотобола на этот вопрос ответить нам, то было бы интересно и зрителям, и вот именно это бы снимало вот эту напряженность. Потому что витает в воздухе именно вот непонятие болельщиков, каких-то там, непоследовательные какие-то действия. То есть в одной ситуации мы делаем так, в другой такой же точно ситуации. Да, основания люди не понимают. Может, профессионалам, да, это больше понятно, кто ближе там комиссия Мотобола к решениям. Ну, вот у многих людей вызывают вопросы. Вот хотелось бы получить на это объяснение. Следующий, значит, пункт дополнений. Если во время матча работает почему-то только телевидение, а другая съемка, если есть, например. Ну, вот если вдруг есть видеозапись, я так понимаю, и есть возможность арбитрам пересмотреть видеозапись в отдельных особо грубых нарушениях, для принятия правильного решения, судьи могут воспользоваться услугами видеозаписи. Что вы можете сказать по этому? Ну, я бы хотел ответить так. Вот смотрите, раз становится уже вопрос комиссии Мотобола, то у нас очень много получается спорных моментов. И пользуясь современными средствами информации, очень приятно, что комиссия Мотобола считает, что это можно использовать, так как во всех уже других командных играх это вполне приемлемо. Но мне интересен тот вопрос, что мы во всем должны идти с точки правового и юридического соотношения нашим гражданским законам. Ну, просто, если мы так, да. Телевидение. Телевидение, это, по-моему, определение, это передача видеосигнала за счет электрических импульсов. Если мы имеем в виду видеосъемку, то тогда, я считаю, надо писать, если ведется видеосъемка, то тогда арбитр вправе обратиться. Ну, я думаю, надо добавить, если техническая возможность посмотреть это. Опять же, что считать видеосъемкой? Да, что такое видеосъемка? Сидит бабушка Валя и снимает на сотовый, и судья бежит к ней, а покажите, что вы сняли. Или есть какая-то... То есть, если есть официальная видеосъемка, то есть, это видеооператор команды или комиссии Мотобола, чье видео будет восприниматься как источник доказательств, просмотрений. Это тоже большой вопрос. Да, просто единственное, я бы хотел, например, внести предложение для комиссии Мотобола, что все спортивные соревнования, связанные с Мотоболом, не запрещать организаторам, собственникам стадиона, или как вести именно вот эту видеотрансляцию. Потому что мы сталкивались с такими моментами, что немногие клубы разрешают, в связи с финансовыми, с явкой зрителей, запрещать, например, принимать участие в такой команде, как про Мотобол, на съемках определенных турниров. Я думаю, надо ввести, что не должны запрещать, а во втором случае, ну, наверное, надо наоборот способствовать тому, что есть у каждой команды видеооператоры, там, в организациях, я не знаю. А вам не кажется, такой момент будет, что если такое решение все-таки будет принято и одобрено, то команды, наоборот, не будут хотеть делать видеосъемку, чтобы не было позже оснований для их какого-то наказания. Ну, я считаю, видеосъемка должна быть, во-первых, клубам надо, ну, мы не можем сейчас заставить клубы, но надо хотя бы начинать с этого и предложить клубам уже начинать свою, вести видеотрансляцию. Если нет, то можно и про Мотобол пригласить. У нас, например, в Ставропольский край, Краснодарский край, у нас тоже есть ребята, кто занимается в Москве, думаю, тоже не проблема. Ну, Ковров, я думаю, тоже не проблема, да, поэтому решать. Второй вопрос, это поможет дальше, и вот у нас спорных сейчас очень моментов получается много, и поэтому возможность даже игрокам к арбитрам какие-то, ну... Так, дело в том и есть, что в справке написано только воздействие против команд и против их... Да, но мы же не знаем, чем... А против судей нет никакого... Чем руководствовались комиссия Мотобола, спортсмены или тренерский состав, которые участвуют в комиссии, ну, может, у них есть свои аргументы, поэтому мы бы хотели добавить, что использовать и в качестве работе судей, тоже можно было... Рассмотрение действий судей, их ошибки и так далее. в протоколах применять. И вот первое наше предложение о запрете видеосъемки, чтобы оно не касалось вот именно групп людей, которые занимаются видеосъемкой матча. Я думаю, мы ответ на это получим. Дальше. Следующий пункт. Это уже у нас дополнение к правилам. И... одно из изменений это участие спортсменов в церемонии открытия и закрытия игр. То есть, если спортсмен не принимает участие в этих церемониях, то к следующей игре он не допускается. Что вы можете сказать по этому поводу? вот здесь очень жестко и непонятно. То есть, у нас, понимаете, вот, например, есть даже в уголовном или каком процессуальном условии презумпция невиновности. Может человека то, что он не явился на... причины, лучшее может быть открытие, закрытие, но всякое. Может технические виды спорта, техническая экипировка, амуниция. Не знаю, там, если турнир, там может какая-то оказание медицинской помощи. всякое может быть человеком. Поэтому, я думаю, в эту графу надо добавить по неуважительным причинам. То есть, ну, так мы всех оголдело, замкнули команду, она вся не вышла, или одного игрока украли, кавказцы, и игрок уже больше не играет в турнир. Я думаю, это чрезмерная ситуация, все равно, игроки у нас более-менее, ну, как, коллективом выходят еще, я не видел такого случая, чтобы, ну, как бы вся команда не выезжала, по возможности, ну, всякое бывает. я думаю, это чрезмерная мера. Это цикл сломался, и на закрытие человека. Введено? не знаю, я честно не знаю. Ну, наверное, мы тоже получим ответ от комиссии, мотобола, от президента. вопросов много, правда, они и нужны, почему, но интересно, конечно, услышать ответ. Следующее изменение в правилах поднятия руки спортсменов с целью указания арбитру о якобы нарушении наказывается удалением на две минуты. Если это действие делает вратарь, то удаляется капитан команды. Тут очень странная сама фраза о якобы нарушении, как вы... получается, здесь что? Если ложный взмах руки, это поднятие руки о ложном нарушении наказывается, или просто поднятие руки оказывается нарушением. Ну, я бы, знаете, что посчитал, как бы, у нас есть моменты, когда игроки борются, независимо, не видят и судью решения, свистка, не слышат, да, идет борьба бескомпромиссная, идут на ворота, бывают вратари, но это практика, это вот, знаете, какая-то уже определенное действие, вратарей, да, скажите, что вратарь ложно отменил там поднятием руки, игроки поверили и остановили атаку, вратарю нельзя руку поднимать, хотя при пробитии пенальти он может даже руками махать, вверх поднимать, вниз. Вот здесь непонятно, это больше вопрос к этике, наверное, спортсмену, вот что ты, да, обманул, но тогда, получается, спортсмены не будут верить поднятию руки, а может это правда, мы же не знаем, что произошло сзади, что там творится, я не знаю, цунами, ветер, остановить игру, судьи у нас тоже, давайте, ну не скрывать, тоже почетного, степенного возраста, не всегда, и судья может добежать вовремя, отмашку сделать игроку, игроки находятся, в какой половине пони, у них борьба, они что-то не смотрят по сторонам, что и поэтому всегда игроки были, показывают, даже рядом едущий игрок, что да, остановилось, опять-таки, что такое нарушение, якобы, мы часто видели, что судьи тут же меняли свои решения на поле, то есть, то он поднимал руку, то опускал, поэтому, или судья на одной части поля, да, поднимает руку, а другой нет, тот игрок машет, что да, вратарь видит судью, именно на той половине поднимает руку, этот судья не видит, может нарушение где-то продолжает игру, поэтому, как это якобы судить, а если не якобы нарушение, то есть, можно поднимать руку, получается, вот тут тоже надо, или какие-то дополнения, не полные, какие-то, да, потому что есть юридическая, правовая, потому что, мы видим сейчас очень сложные игры, очень такие жесткие взаимоотношения, поэтому игроки должны иметь юридически оспаривать свои, получается, претензии какие-то, но вот в таких размытых, непонятных ситуациях никому непонятно, я думаю, жестче должно быть все расписано, потому что по этим правилам не жестче, а команды, более точные, четче, конечно, раз расписаны эти слова, якобы, что это значит, слово якобы, что такое поднятие руки, а поднятие ноги можно проводить, или там газовать, ну да, я думаю, это больше этически, если мы имеем ввиду, что да, игроки о ложном нарушении, поднимая руку, сознательно останавливают атаку, или сбивают нападающих игроков, да, это один вопрос, может вы именно вот это пытались рассмотреть, тогда нужно было более точно это выразить, я думаю, очень много вопросов, на которые, я думаю, мы тоже, ну, я думаю, комиссия обязана дать ответы, потому что, ну, много непонятно, даже игрокам, непонятно, как судить, и игрокам, непонятно, как действовать, как вести себя на поле, следующее изменение, дополнение к правилам, если игрок команды оскорбит арбитра во время матча, или даже после окончания игры, то он пропускает следующий матч, о чем главный судья указывает в протоколе этого матча, здесь какие-то комментарии, да, мне очень не импонирует, что написано, что судья должен указывать в протоколе, у нас потому что очень много действий в протоколе, оказывается, прошла игра не была замечена, потом по каким-то либо нарушениям еще дополнительно начинаются какие-то рассмотрения, то есть, во время игры или завершения игры ничего оказывается такого сверхъестественного не было, протоколе зарегистрируем, а потом вдруг это является жестким нарушением, вот смотрите, мы против оскорбления всех судей, какое бы ни было решение судей, и игроков в том числе, игроков, сейчас о судьях, да, мы, конечно, это не приветствуем, но надо именно расписать, потому что, чтобы не было предвзятости судьи, но мы все люди, у кого-то эмоции, у кого-то это, чтобы спортсмен тоже имел право оспорить решение, понимаете, мы не вот в одних рамках, то есть, мы вот так сказали, так и должно быть, так нету ни в одном законодательстве, человек имеет право на свободу, он имеет право быть невиновным, поэтому надо расписать, именно что является оскорблением. Какие действия, какие слова, может быть? все равно, если видео, мы сможем посмотреть, какие действия, просто судья, если там решит отомстить кому-то, он может удалить игрока, но это тоже, ну, как бы, и правильно, если он нарушил, но игрок должен иметь возможность доказать, что это не есть правда, поэтому есть у нас видеосъемка будет, или какие жесты являются оскорбительными, оскорбительными, да, например, ну, мы с Аки знаем, ну, давайте там ведем, а, устное, там, оскорбление, физическое, там, ну, всякое, может, толкнул, пхнул, ударил, там, буксованием колеса, мы часто видим, может, обрызгать, это мы будем физическое, да, и какое-то потом, может быть, я не знаю еще, какое-нибудь оскорбление. Тут еще вопрос, после игры, то есть до каких, до каких рамок после игры есть вот это запрещение на личное общение, скажем так, то есть если они уже вышли за ворота, или там уже на следующий день и конфликт никак не связан с матчем, но судья получил какое-то действие от игрока. Мы не можем диктовать, мы можем только внести предложение, да, я еще раз заявляю, я против оскорблений судей, какие бы действия его не были, всегда вы имеете право оспорить законно, правильно, основательно, ну, в других инстанциях, не надо оскорблять, мы не понимаем, человек мог не увидеть какое-то нарушение, и мы на это, ну, как бы, да, оно явное нарушение, но мы видим, что мотоциклы не может, ну, физически все имеют право ошибаться, да, но игрок считает, что да, вот этот момент был важный, может он и был важный, но давайте учесть того, что мы все люди, я думаю, первое, внести, что при нахождении на спортивном объекте судей в это время, если приносятся, либо в раздевалке, хоть, либо какие там меры, ну, желательно, конечно, судей иметь доказательства, да, просто, чтобы не было вот таких безосновательных, давать повод на суде изменения, да, там, результатом матча, да, ну, я думаю, мы против всяких оскорблений, очень трудная работа судьи, поэтому, я думаю, тут тоже бы расписать, что является, ну, хотя бы основные, что такое является оскорблением судьи, да, не в таком обширном, понятном, что все, даже косой взгляд, может являться оскорблением, поэтому надо вот определить и обсудить там на комиссии вот этот вопрос, он очень сложный, да, но я думаю, надо повышать етику спортсменов, прям, с малых лет, что судья, в принципе, он выбирается, он обучается, поэтому, я думаю, оскорблять лишний раз не надо, но вот, ну, тут же должны быть правила оспаривания результатов, открытый, законный, спокойный, работающий, чтобы игроки тоже понимали, как, в каких рамках они находятся, не надо оскорблять, он тут же в протоколе написал претензии, комиссия должна тут же это сразу рассмотреть, но опять-таки, все должно быть фиксировано в протоколе, если я считаю, в протоколе не было что-то зафиксировано, потом поднимать этот вопрос, я считаю, уже неэтично, и с юридической, и с правовой точки зрения. Дальше продолжаем, время владения мячом одним спортсменом, это очень такая больная тема, и она, по-моему, последние годы, и то вводили какое-то ограничение, то отменяли, теперь опять вводят, что вы скажете? Да, мы и обращались к главному судье, потому что, почему в этой игре не ведется, ответы были такие, что это на мнение судьи, на решение судьи, принимать, не принимать. Очень такой, я думаю, вопрос, который создавал о том, то, что игроки тянут время, он и назрел на то, что мы видели много игр, но я думаю, проще всего, потому что это очень сложно судить, что такое минута, что такое атака на ворота, как она трактуется. Вот есть здесь такая фраза, если не совершается атака в сторону ворот, то игра останавливается, мяч отдается противоположной команде. Если я на центре поля прокидываю мяч на 2 метра и опять его беру, это считается, я бил в сторону ворот, то есть я проводил атаку, какая разница, с 16 метров, с 20 метров, да? Что такое атака в сторону ворот? Это нужно ехать в сторону ворот, а не от ворот. Да, или в сторону ворот пхнуть мяч, Ну, раз его никто не взял, я опять его догнал. Ну, либо паз отдать и потом получить обратный. Ну, давайте обратимся к комиссии мотобола, чтобы они или расшифровали это. Термин атака в сторону ворота. Это минута, как она должна быть показана, как судья может догнать спортсменов, показать ему на часы, что он начал отчет минуты. Ну, пусть мне покажут это практически. Вот я буду на мотоцикле, пусть судья за мной бегает. И вот когда, что такое показал он мне, когда я спиной был, или когда я в лицо видел, или я махнул, должен ответить, да, я веду. Ну, скорее всего, можно попробовать, что. Если, ну, не будет понятного объяснения, как это проводить, я думаю, вообще просто выделять время на атаку. Вот есть, как в других видах спорта. Да, ну, например, определить время и посмотреть, как это уже и красивее будет, и, я думаю, и посерьезнее. Ну, вот одно из предложений, да. Время на атаку, это тогда нужно, чтобы и сами действующие на поле люди видели, сколько времени они уже тратили. Как в баскетболе, над щитом висит таймер. Ну, у нас нет такой возможности пока, да. Поэтому это очень сложно для исполнения. А так, все, заехали, знают, судья один ведет отчет времени, там, к примеру, две минуты, да, там, или минута. Все, думайте, старайтесь. Здесь, я думаю, спорт приобретет динамичность, красивее. Ну, не знаю, да, очень сложный момент, я думаю, и для судей. И, ну, очень сложно. И лишний, это лишний повод для недовольства команд. Да, 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 как это, вот кто это отсыкает, зрители кричат, минута прошла, судья считает, что как бы еще игра идет, да ему тоже или на часы смотреть, или вот на этот момент. Очень сложно, я думаю, или надо объяснить точно, чтобы как это было, или убрать, так как оно не заработало, или вот именно ввести время на атаку, и все это будут понимать. В это время надо уложиться. Так, переходим далее. Пункт правил. Очень много вопросов почему-то в этом году, да, которые нужно изменить. Сработать. А, ну это уже, да, это уже решение, которое внесли на комиссию на Табуло, изменения в правилах. Это те, которые уже по факту изменения. Тоже очень много вопросов. При пробитии штрафного, 11-метрового удара, все игроки должны находиться за центральной линией поля. Ну, кроме тех, кто, тот, кто бьет, и тот, кто стоит на воротах. Ну, я считаю, это все было принято, ну, или пытается приняться в том ракурсе, что когда пробиваются, да, игроки, находящиеся в районе 16-метровой, бывает, занимают, ну, позицию, чтобы, ну, как-то ухудшить бьющему игроку. Помешать. Да, ну, заезд или разъезд. Судьям бывает очень трудно это разрегулировать, поэтому перенесли за центральную линию поля. Я так понял, да, пытается... Ну, тут же опять, когда я, ну, как игрок, начинаю разгоняться, я нахожусь именно около этой линии. Меня морально там, я думаю, так расскажут, что мне надо, наоборот, готовиться к удару, а я тут буду слушать за спиной. Выслушиваете от соперников какие-то слова. Да, я считаю просто, надо есть у нас боковые линии 16-метровой отметки, стали все там, чтобы они не были на лицевой стороне 16-метровой, игроки не находились. Все, стали по бокам, очень большое расстояние, я думаю, спортсменам, это будет спокойно. Вот еще вопрос. А почему здесь нет такой фразы, что до удара все игроки должны стоять на месте, не трогаться до удара? Раньше такой пункт был. Ну, это пункт был, касающийся вратаря, вратаря, чтобы он не мог. В том числе и всех остальных игроков. По крайней мере, вратарь мог двигаться по линии, образно считаю, в многих видах спорта. То есть, он не за линию не может выйти. А по линии, хоть ты влево, хоть право бегай, это уже игрок, и махание руками тоже не запрещено. Но я считаю, за центральной линией не очень рационально, потому что тут же игроки все будут стоять, и все будут морально на меня влиять, потому что мне надо сосредоточиться на ударе. Поэтому, я думаю, 50 лет мотобол образно играл вот так, пробивались. Но единственное, расположить их по боковым линиям 16-метровой, я думаю, там уже для игрока очень спокойно все будет. Ну да, и вратарю лучше видно, и бьющему. Да, и все спокойно, игрок, я думаю, надо попробовать и это. Но это, опять-таки, одно из наших предложений комиссии мотобола. Следующий пункт. Удар соперника рукой. Такое нарушение... Уже прописано, да? Карается удалением до конца игры. Опять-таки, я бы хотел опять разобрать, что такое удар рукой. А почему только удар рукой, а не удар мотоциклом, удар ногой, головой? Мы пока обсуждаем вот этот момент, игра рукой. Что такое удар рукой? Это куда? В плечо, в лицо, или, ну, там, шлем. Да, нет, просто разобрать, если мы имеем в виду, как жесткое нарушение, удар в лицо, там, носящее оскорбление, да, спортсмену, то есть, да, мы должны знать, что такое удар. Ну, он может быть разный удар, там, облокотился человек, падая, будет это ударом, не ударом. Ну, именно, давайте, вот, основные у нас критерии, то, что, да, я согласен, удар в лицо, пускай будет до конца игры, пускай игроки думают, да, там, до конца. Остальное, как бы, ну, я не знаю, ну, что это, вот, удар в туловище, да, тоже давайте обозначим, в лицо, в туловище, там, я не знаю, сзади, спереди, сбоку. Ну, как, вот это тоже разъяснить, потому что, опять-таки, что мы подразумеваем под ударом рукой? Ну, понятно, вот, давайте к юридической относиться, чтобы я мог оспорить, как спортсмен, ну, удар рукой, ну, я не бил, а там, ну, не знаю, что там делал. Да, во время, во время падал, во время падения. Или он подъехал, я там, из-за того, чтобы он меня не ударил, руку выставил, да, ну, всякое идет по инерции на тебя, всякое, может, давайте вот тоже, чтобы разъяснили, конечно, именно жесткая игра, которая оскорбляет человека, удар в лицо, удар потушен. Неспортивное поведение. Да, с нанесением каких-то именно умышленных травм, да, мы согласны до конца игры, чтобы это не было. Дальше пункт о входе в игру запасного, либо возвращении. Да, вот знаете, как, часто говорят, надо смотреть это по фэн-шую, покажите мне хоть раз, чтобы игрок, он, получается, игра идет, команда проигрывает, два игрока на поле, человеку отремонтируй мотоцикл. Я ни разу не видел, чтобы он именно вот в центре, да, он полметра, он все равно, ему надо развернуться. У него все равно колесо заедет или это переднее, какой размер, расстояние, давайте обсудим, центральной линии. Да, я понимаю, что он там с полполя заехал, ну, что такое центральная линия, прям по линии должен проехать. Давайте тогда напишем, по центральной линии до круга разыгрыша, и оттуда только въезжать. Ну, это будет понятно, это будет уже до чего можно докопаться или не докопаться судье, или посмотреть, был судья прав в этот момент или не был прав. То есть, тут нужно позначить, да, зону. Пять метров от той стороны, пять метров от той, в этом, ну, я думаю, ничего страшного нет. В этом коридоре можно заехать. По косой въехал, да. У одного бортик рядом с полем находится, ну, мы всякие видим стадионы. Трудно развернуться. Да, у кого-то есть место, где-то работает, там телевидение стоит, там, я не знаю, судья центральной линии, ну, всякое бывает. Или запасные стоят. Да, всякое бывает, но с этой стороны, что теперь надо объезжать. Поэтому, я думаю, тут тоже надо рассмотреть вопрос. Опять, много непонятностей, и на основании чего они как-то вот приняты, и терминология непонятна. Имеет ли она правовую или юридическую, ну, понимаете, это правило, по которым существуют клубы, по которым они могут потерять вложенные деньги спонсоров, там, я не знаю, министерств, орд. Да, потому что нарушение... Потому что кто-то как-то оттрактовал это по-другому, поэтому, я думаю, все надо разъяснять, все надо четко прописано, как закон. Наказание, потому что серьезное, удаление на две минуты. Да, оно, хотя не очень такое судьбоносное для игры, откуда игрок заехал, ну, давайте обозначим зону там и все. Пускай команды делают пометки, там, на боковой линии, точечки, все, вот в этой зоне будут езжать. Ну, если это носит какой-то другой смысл, ну, мы и я его не понимают, честно. Если нам разъяснят, то же будет очень интересно. Следующий пункт, изменение в выдаче карточек. Теперь одному спортсмену могут быть показаны две зеленых, следующая будет желтая и следующая красная. А не так, как раньше одному игроку могли показывать бесконечное количество зеленых. Да, ну, это вот образно получается накопительное, ну, тогда и смысл теряется, желтая и красная карточка, ну, образно. Тогда пусть зеленая и красная, да, красная за грубое нарушение, две зеленых относительно уже слабых красные. Ну, может он нужен этот момент, я честно не знаю. Так играют в Европе, насколько я знаю. Да, ну, пускай, если он нужен, ну, да, это будет способствовать тому, что, ну, получается, вторая зеленая, тут же достается желтая и тут же достается красная. Я так понял? Нет, нет, скорее всего, следующее нарушение на зеленую уже будет наказаться зеленая. Да, ну, вот это бы расписать, что вот, опять, мы домысливаем, а когда начнется чемпионат, мы будем кричать, а почему не так, а потому что не так, вот это тоже, ну, мне тоже непонятно, честно. Вот так это все описано, может, когда они обсуждали, это было понятно, но, извините, это документ. Любой юрист спортивный должен взять и на основании этого смотреть, было ли это так и являлось ли это нарушением, потому что это вот так вот, а не вот так вот. Поэтому, я думаю, все надо расписывать, потому что очень важно, у нас очень много сейчас вопросов возникло именно вот по правилам, по требованиям новым и по вот именно жесткости регулирования. Ну, у нас тут у команды, кажется, можно и турнирное положение лишиться, можно и очков, и игроков лишиться. Поэтому, я думаю, здесь надо, чтобы любой игрок мог оспорить свое наказание, которое применяется к нему на основании вот этих именно правил или дополнений. Мое мнение такое. Хорошо. Переходим. Изменения в правилах у нас закончились. Теперь требования к организаторам матчей и работе их со зрителями. Да, вот это тоже. Примерно мы догадываемся, что имелось в виду, да, или имеется в виду, ну, что такое работа со зрителями. То есть, мы должны клумбы посадить или похлопать в ладошки, да, ну вот пусть не обижаются у нас составители этого документа, но вот я бы хотел конкретики, да. Это что, является нарушением или каким-то... Нет, а что является нарушением? Выкрики? Нет, это что, вот это, да к чему оно, что я должен с ними делать и для чего? Если я не буду это делать, что тогда? Ну, вот если вы не будете делать, то игра может быть остановлена. А что не буду делать? Ну, успокаивать зрителей, видимо. Нет, давайте дословно. Организаторам матчей ответственно относиться к работе со зрителями во время матчей и работе комментаторов на этих соревнованиях. Что такое работа? Давайте вон открывать слова и читать. Рабу, я же говорю, клумбу посадить, хлопать в ладоши, махать. Запретить им говорить определенные слова или определенные действия. Да я не понимаю, что такое работа с комментатором. Что такое работа с комментатором? В случае этого, повторение, игра может быть остановлена. Да, а если я не работаю с комментатором, клумбу не посадили, то игра будет остановлена. В чем заключается работа? Мы не хотим никого оскорбить, мы не хотим тут, ну просто давайте разъяснение. Более подробно расписать это требование. Конечно, если связано с призывами, которые могут сколыхнуть стадионок, это мы не спорим. Ну давайте к призывам, я не знаю, негативно на работу судей. Да, но это, я думаю, это не в двух словах все должно расписаться. Это должно быть серьезно, все понимают. Конечно, оскорбление судей, оскорбление команды, призвы к этому, да, у комментатора, там, если он будет, ну, как бы, работу судей обсуждать, да, там, может, это, 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 и это может вызвать именно, вот, определенные были случаи, да, да, это вот именно. А если, да, даже зрители, ну, что такое выкрик зрителей, да, судья основной, потому что зритель себя плохо ведет, причем тут команда, согласитесь. Да, как организатор может повлиять на этих зрителей? Да, организатор может, то есть судья, я считаю, должен в перерыве указать, опять-таки, фиксировать все надо в протоколе. Указал организатор, что выигрыки там слева, с северной трибуны ведут к таким-то действиям. Организатор обязан, есть охрана, есть этого зрителя вычислить, убрать. А если таких зрителей не один, не два, а сотня? Да, я думаю, если зрители будут это понимать, но если это будет расписано правильно, понимаете, может, он же будет просто провоцировать зритель, наоборот, чтобы его команду оставили. Поэтому, ну, сложный вопрос, но я считаю, именно надо вот культуру развивать с понятия. Если это непонятно, то мы не знаем, о чем мы говорим. Примерно мы догадываемся, о чем, да, как бы, но это должно быть расписано правильно. Ну да, то есть какие санкции за выкрик, за оскорбление. Да я даже, если вот эти санкции будут расписаны, просто вешается на входе, на спортивное сооружение, правила поведения для болельщиков, все. Когда приобретается билет, обратите внимание на правила, там, я не знаю, как-то, но все равно меры надо принимать. Потому что там и прочитавший человек, ну, мы не знаем, в каком он состоянии пришел, может, у него, наоборот, произошло что-то с человеком, да, кинулся он, у нас был случай выпадал, да, там, автобус, ну, всякое бывает. И на поле бросали, и бутылки, и это не только выпадал бывает. Понять, о чем, и организатор должен понимать, что это, а так вот работа, и потом вы неправильно работали. С чем мы работали, что вы лишили там, применили какие-то санкции, да, ну, давайте вот это все опишем, извините, если вы это не описали, то, что не запрещено в законе, то разрешено. Поэтому нельзя к этому применять каких-то мер. Тоже интересное, нужное, но, опять-таки, требует, я думаю, детального расписания и детального понятия всеми, вплоть до уже организаторов, требований к организаторам, я думаю, на уровне МФР, а даже в чемпионате России, а кто принимает участие в сооружении, должны соответствовать, что не запрещаться видео, там, фиксация или видеосъемка какая-то. Да, и вот именно правило поведения зрителей должно быть, да, болельщиков, определено четко, да, что можно, что нельзя. Ура, можно кричать, нельзя кричать. Это оскорбительно для другой команды, когда они пропустили гол, или нет, ну, согласитесь, тут можно вот все как бы так развивать, что непонятно. Ну да, либо освистывание во время атаки. Да, просто я думаю, когда меры будут расписаны, основные, да, то, я думаю, то, что не запрещено, то разрешено, уже тут сильно к этому не придеремся. Ну, дисквалификацию, да, это уровень, считаю, я исполком проводил, клубы, да, дисквалификация мне тоже, ну, непонятное решение, вот так, даже с юридической стороны, получается, у нас спортсмен по правилам наезд на игрока, да, по правилам мотобольных соревнований, без получения травмы, 5 минут, с получением травмы до конца игры. Мы имеем, если Сергея Крошку, да, Сергей Крошка получил, по-моему, сразу до конца игры. В протоколе, я думаю, не, я не знаю, если было отражено, что это, там, ну, травма, там, или такое злостное нарушение, действительно, поводу дисквалификации во время игры и завершения игры в протоколе не было, потом, вот, вынеслось вот такое решение, игрок, получается, второе наказание получил за это же действие, ну, то он был удален с игры, теперь это, и очень жесткая, как, конечно, я не знаю, была ли проведена работа предварительно, если мы задним числом наказываем спортсменов за это, то у нас тоже много очень вопросов, и были случаи, когда, ну, не менее сложные были моменты, да, поэтому, ну, тут непонятно, но, я думаю, разберутся компетентно, есть представители клуба, я думаю, насчет этого, ну, конечно, да, но я думаю, вот, если есть такой момент, есть такое решение, почему именно вот этого дополнения тоже нет, что игрок, там, вот, совершивший такое-такое, подлежит дисквалификации, если это идет в разрез правил, тогда почему это применилось? Насколько я знаю, раньше такого понятия вообще не было. Нет, ну, дисквалификация, есть у нас основной закон, который МФР пределит, это закон о спорте России, давайте мы посмотрим окончательное решение, все вот эти, я думаю, идут какие-то там разговоры, посмотрим решение, потом можно будет, конечно, на основании закона о спорте, там, ну, это очень жестко, дисквалификация идет, там, это очень жесткие такие, здесь у нас, ну, в мотоболе у нас, ну, вот такая игра скоростная, жесткая, ну, поверьте, мы не знаем, мы, ну, например, исполком, он, о конечном моменте, посудил, вот увидели, что этому предшествовало, ну, мы все знаем, что такое мотобол, я не буду там говорить, такое правило в мотоболе есть, как ты, так и к тебе, то есть, если ты меня ударил ногой, ну, я тебе точно, ну, поймите, и ты должен понимать, ага, сейчас я тебе там... Ну, то есть, это действие в ненародном месте было осуществлено. Ну, мы же не знаем причину, хотелось бы, ну, я думаю, не просто так вот все это происходит, ну, поймите, это уже накипело, наболело, и, ну, бывает человек, понимаете, матч очень сложный был, вы все понимаете, металлургу любой ценой надо было выигрывать, иначе все, золото, шансов нет. Колосу тоже надо было стараться, потому что, ну, не надо давать шанс команде, они тоже боролись, да, мы видим, что металлург выигрывал, значит, что плотная работа была, с лидерами команд не давали играть, что такое плотная работа, мы все понимаем, ну, золотые медали, тут уже все жестко, поэтому, ну, не выдержали нервы, не удалось, ну, опять-таки, ну, есть нарушения, ну, я считаю, очень жестко, практически полсезона, ну, без травмы, спортсмен стал, доигрывал, ну, пускай это на усмотрение с полковниками. А что вы считаете насчет того, что дисквалификация не только на чемпионат, но и на кубок почему-то распространяется? Нет, ну, во всех видах спорта дисквалификация действует только в том турнире. Я имею в виду последнее дополнение, которое вышло 29.01, по-моему, подписано единолично, без подписи уже комиссии, ну, давайте, это вопрос непонятный, я думаю, он со временем мы его увидим. Да, в основном решении исполкома было, скорее всего, там, 10 календарных игр, ну, вот, игр именно соревнования. Посмотрим, что это, почему вот такое вышло, вот такое, я здесь не могу комментировать, это вопрос президенту комиссии. По дисквалификации Николая Горнодерова. Горнодерова тоже. За удар человека в лицо, соперника в лицо. Раньше таких моментов, да и... Ну, они не хорошие моменты, но они всегда, вот, не бывают просто так, на ровном месте. Мы даже, если, вот, давайте уйдем от мотобола, ну, можно и словесно человека обидеть, так. Была ли провокация, была ли не провокация, но, опять-таки, дисквалификация. Был же заслушан Николай Горнодеров, мне просто, ну, непонятно, там, почему он так поступил, почему мы не провели даже работу, пускай, да, наказали, там, что-то, ну, почему не ведется работа, заседание. Следующим игрокам тоже будет, ну, показательно, что это такое. А почему раньше такие действия не судились? Не знаю, в этом году, я не знаю, почему так жестко, именно вот с лидерами, да, чемпионата, как бы... Например, вот в 2018 году была драка, вообще, команда на команду. Тот же Агрокомплекс и Ковровец. Ковровец, там все дрались со всеми и били не только руками, но и ногами. Почему не было никаких дисквалификаций, рассмотрений? Еще раз хочу сказать, да, это все некрасиво, это все не красит наш мотобол, но и в хоккее бывает, потому что мужчины, очень контактный вид спорта, всякое бывает, но с этим надо бороться. Во-первых, а, надо проводить работу, второе, надо именно включить это в правила. Раз это вот не красит и оно вот бывает, то надо вот это все расписать, чтобы игроки понимали, понимали, ребята, не так, что мы потом решили вас наказать, а я скажу, а я не знание, да, а не знание законов, а покажите мне этот закон. Раньше не было никаких наказаний, и все спокойно дрались, грубо говоря. Все, да, подрались и знали, что да, ну поругаешь, а тут бабах, такие жесткие санкции. Я думаю, а, надо было первое предупредить всех, теперь впредь этого не будет, но вот как-то, как ушат с воды, бах, все это тоже непонятно, резко, так быстро, раньше это ни к чему не применялось, и поэтому игроки, может, ну не сдерживали нервы, и так все это было. А теперь надо это, опять, почему это не прописали? Это грубые, которые не красят мотоболт действия, они должны быть прям кровью написаны первым делом. Большим и жирным шрифтом. Да, а мы тут обсуждаем, с какой линии заезжать, а потом человека, который подрался, мы его на сезон дисквалифицируем, хотя об этом раньше мы никого не поговорили. Вот еще я хотел бы с такой стороны взглянуть на это. А не является ли это минусом судьям, которые были на этом матче? Они допустили такие действия, то есть вовремя не погасили эти страсти. Может, надо было на 5 минут раньше показать карточку обоим участникам или всем участникам, которые явно уже заведены и так далее. Еще раз хочу сказать, все это, скорее всего, это мое личное мнение, никого не хочу оскорбить, это результат недопонимания правил, потому что они расписаны, непонятно. Вот этот результат ведет к тому, к тому, к тому. Тут я не знаю, виноват, не виноват, судья не знает, виноват, страсти обостряются, страсти накаляются. Игра очень плотная, команды равные сейчас, очень жесткая игра уже, ну, понимаете, идет вот именно на характер. И поэтому всему этому быть. Поэтому, я не знаю, судьи тоже, ну, в хоккей, они же не лезут в драку. Они, ну, зарубились, все, подождали, развелись, ну, пусть пар спустили, да. Но мы, игроки должны понимать, это некрасиво, это неправильно. Вплоть до того, что команда затеявшая, там, ну, переносится в нейтральную теперь. Пускай будет наказание для его зрителей. Пусть они понимают, да, мы подрались, мы там молодцы победили, но теперь мы дома, там, две игры не играем, все, на другом поле. Ну, это надо тоже пресекать, но опять, это должно жестко. Судьи должны тоже следить, что вот это нарастает. Но нарастает опять от недопонимания, что такое атака не со стороны мяча. Это когда тебя ударили, извини меня, со всей силы по икре, ну, не со стороны мяча, ну, понимаешь, свободный. Да, свободный назначили удар, розыгрыш, а у человека уже гематома. Если его три раза ударить, он потом повернется и в лицо ударит первопопавшийся. Ну, мы должны это понимать. Кто не понимает в Матаболе, что это такое плотное, значит, тогда мы должны или не со стороны мяча ужесточать точно так же. Потому что вот эти микротравмы, которые накапливаются. Микроспички постоянно. Да, жесткая игра, плотная игра, она, конечно, не выдерживается. Мы не знаем, особенно лидерам, им так достается, там, наверное, с синяками каждый день приезжают. И посмотрите, когда кубки турниров, потому что мы знаем, что против лидеров основная игра идет. И бывает умышленная именно жесткая игра. Ну, не увидел судья, но это же все осталось болью. Поэтому иногда игроки не выдерживают. Ясно. Ну, на этом, я думаю, мы наш разговор закончим. Он получился, я думаю, насыщенным, интересным, злободневным. Ну, хотелось бы, да, ответы получить. Конечно, они там через два месяца, через три. Но я думаю, если это все было горизонтально. Есть у нас и члены комиссии, да, есть у нас там некоторые фамилии, которые все это расписывали. Значит, они все это понятны. Я думаю, они могут или, ну, скорее всего, должны дать разъяснение. Ну, вопросов много, да. Как бы непонятны. Может, они, конечно, нам непонятны. Ну, пусть объяснят, что вы там что-то не понимаете. Но, скорее всего, они также и командам тоже малопонятны. Поэтому нужно получить уточнение. Да, ну, может, командам было разъяснено. Но я хочу правила наши рассматривать теперь со стороны юридически. Чтоб мы были в рамках правого поля. Чтоб игрок мог доказать свою невиновность, чтоб было решение к нему принято неправильно, да. Да, и комиссия мотобола должна, да, там, отменить или что-то это. Но человек у нас тоже имеет право, да, на свою защиту. Если туманно все, ну, тогда, извините, вопрос, на каком основании вы вот это посчитали так. Вы даже не можете официально потом это прикрепить, что мы вот это, потому что так. То, что не запрещено, то разрешено. Конечно, грубость на поле не должна быть. Грубость к арбитру тоже не должна быть. Но мотобол должен быть красивый, азартный, интересный, чтобы родители не боялись детей отдавать в секции. Потому что вот весь этот негатив, конечно... Не на пользу мотобол. Да, и то, что вот это все выносится в следующие как бы инстанции, тоже некрасиво. Хотя мы должны это были и на уровне комиссии разобрать, как-то... Обсудить, принять решение, как с этим работать. Но если это делается с другой как бы целью, ну, тут многие вопросы понятны, да? Вот в таком туманном виде. Ну, давайте посмотрим. Я думаю, здравый смысл и истина найдется. Возобладает. Да, я бы хотел еще добавить ко всем нюансам, что проигрывать надо достойно. Не надо грубить, надо уметь получать поражение, не использовать какие-то там отношения, как говорится, с служебными... Административные ресурсы. Административные, все должно быть често, это красиво и понятно. Ну, что ж, так оно и есть. Давайте, я за мотобол. Я думаю, ответы мы в скором времени получим. Объясним это зрителям, чтобы не было вот таких, ну, недопониманий на поле. Всем игрокам здоровья. Открыть сезон в полной силе, чтобы мы и насладились и кубком, и всеми организационными. Да, будем надеяться, что вопросы заданные получат свои ответы. Ну, разъяснение к вопросу. Какие-то разъяснения, какие-то пояснения, уточнения. И на этом будем прощаться. До встречи на мотобольных полях. Пока. До свидания.